Наконец-то так получилось, что у меня на руках появились оба этих гаджета, и теперь мы можем поговорить, что же лучше выбрать между вот этими двумя смартфонами. Потому что этот вопрос всегда актуален. Какие-то модели, соседствующие рядом друг с другом, айфоны, например, 7, 8, 6s, 6, 7, 6s, это постоянный вопрос, что же купить. Ребята, на канале уже есть ролики про сравнение 6s и 6s, 7s и 6s, то есть различные видосы. И вот теперь мы пополняем нашу с вами коллекцию. Кстати, только что пробежали наши подписчики новые. Чтобы оказаться в этом списке, просто поставь плюс под первый закрепленный комментарий, подпишись на канал и нажми колокольчик. Но, важно, хочу заметить, не стоит подписываться, если тебе не нравится мой контент. Жду только тех, кто будет смотреть мои видосы. Неактивная аудитория мне не нужна, ребят. Напомню, ребят, еще что, если вы хотите оказаться в следующем ролике, просто напишите какой-нибудь комментарий, и он появится обязательно в следующий раз. А вот победитель прошлого выпуска. Тыдыщ! Сегодня мы поговорим про iPhone 7 и 8. Что же лучше выбрать в наше сейчас время? Разница в цене у них примерно плюс-минус 10 тысяч. Цены везде отличаются, но при этом где-то так, 10 тысяч. Если мы поговорим сначала о дизайне смартфонов, то в глаза сразу же образуется, что они очень похожи, да? Это практически одно лицо. Они одинаковые. Но при этом здесь у нас сзади стекло, а здесь металл. Тут все на любителя. Вот, например, моя девушка очень любит стеклянные смартфоны. Ей хотелось, чтобы сзади было именно стекло. Я бы, скорее всего, отдал предпочтение металлу. Возможно, он не так красиво выглядит, да? Хотя это все субъективно. Но при этом он более устойчив к царапинам и различным воздействиям. То есть, ну, стекляшку, алеофобку поцарапать проще. Да, если ножом покорябать здесь, быстрее появятся царапины, но вы так делать вряд ли будете. А вот мелкие соринки под чехлом обязательно оставят на вашем стекле какие-то косички. В то время как матовый металл будет более устойчив. Что касаемо дизайна, я считаю, тут дело вкуса. Какой-то определенный смартфон назвать более симпатичным я не могу. В плане толщины восьмерка чуть-чуть потолще. Из-за того, что используется стекло и чуть-чуть потяжелее. Это, кстати, придает ей такое ощущение дороговизны. Как будто реально смартфон прям такой, ну, премиальный. Семерочку держишь, но ощущается легонькой такой, прикольной. Но при этом они оба круто лежат в руках, вот прям приятно. Что касаемо экранов, давайте поговорим про экраны. Экраны здесь по характеристикам на бумаге практически идентичные. Одинаковая диагональ, одинаковое разрешение. Да и вот так вот на камеру особо не увидишь. В чем разница? Но на самом деле небольшая совсем разница есть. Цвета чуть-чуть поярче на восьмерке. И при этом здесь есть трутон. А трутон, я вам напомню, он делает цвета естественными. То есть баланс белого регулирует. В зависимости от того, где вы находитесь и какой свет сейчас светит. К примеру, давайте я вам просто расскажу, где это может пригодиться. Вы идете в каком-то магазине или в торговом центре, где очень теплое освещение. Вы открываете свой iPhone, а экран на нем кажется слишком холодным. Потому что он контрастирует со всем, что вокруг находится у вас. При этом iPhone 8 подстроится и будет более теплым. Для восприятия это такая очень прикольная фишка. И она действительно, действительно немножко упрощает жизнь. Что касаемо 3D Touch, это есть и тут, и там. Что касаемо сенсорной кнопки, это есть и тут, и там. На самом деле смартфоны очень похожие и каких-то кардинальных отличий в функционале здесь нет. Они практически могут все одно и то же. Единственное, что в 8 есть беспроводная зарядка, здесь ее нет. Но я как-то особо не пользуюсь беспроводной зарядкой, поэтому мне об этом говорить не приходится. Фронтальные камеры у нас по 7 мегапикселей. Если какие-то улучшения есть в 8, то их будет очень сложно заметить. Основные камеры тоже практически одинаковые, но я могу так сказать, разница чувствуется, разница есть. И примерно равна 25% она, то есть на четверть. Фотки здесь очень крутые. Я бы поставил им 4 балла из 5, здесь можно смело ставить пятерку. Потому что фотографии реально классные получаются, сочные. Тут они и знаете, что сделали? Оставили практически такой же модуль, но при этом подкрутили софт и на 8, на 10 айфонах. Фотографии выглядят более резкими, более яркими, то есть, ну, как будто уже фотку за вас обработали. Так китайцы обычно любят на своих телефонах делать. При этом 7 тоже грешит этим, но чуть меньше. Если сравнивать с другими айфонами, то вот 6s это прям эталон. Он делает фотки прям вот как в жизни. Серые, скучные, мрачные. 7-ка чуть-чуть любит вытягивать цвета там оранжевые, красные, зеленые. А 8-ка ушла вообще в абсолютный. Но при этом фотографии с 8 мне очень нравятся. Когда одна моя знакомая купила 8-й айфон и стала постить с него фотки в инсту, я тоже захотел себе восьмерку, потому что мне очень понравился результат. И что тот, что тот смартфон очень круто фотографирует. Нельзя назвать кого-то тут аутсайдером. Из плюсов тут можно отметить, что здесь присутствует съемка видео в 4К 60 фпс. Но, знаете, это тоже очень спорный плюс. Я сомневаюсь, что кто-то из вас будет заниматься этим. Ну, только если у вас дома не 4К телевизор или компьютер. Водозащита присутствует и тут, и там, то есть, ну, какая-то брызгозащита. На глубине 1 метра 30 минут можно телефоны продержать, но не советуют. И гарантии это не покрывается. Что касаемо аккумуляторов, здесь практически все идентично тоже. Но при этом восьмерка чуть-чуть будет дольше держать. Ну, процентов на 10. Если взять в общем, то 8-й айфон где-то, 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 по чуть-чуть, понемногу получше. И вот давайте я вам расскажу, наконец-то, что же выбрать, что купить. Просто так на этот вопрос нельзя ответить. И давайте посмотрим сразу на несколько разных ситуаций. Например, у тебя есть 30-ка, и тебе деньги довольно сложно достаются. То есть, ну, не зарабатываешь, типа, 50-40 тысяч в месяц. Чтобы купить восьмой айфон, тебе нужно копить еще, ну, несколько месяцев, там, может, месяц. А тебе хочется айфон, вот хочется. Я тебе могу посоветовать смело идти и покупать семерку. Это очень крутой смартфон, вот прям очень. И в плане камеры, и в плане дисплея, и в плане скорости, в плане аккумулятора, это очень крутой гаджет. Рассмотрим другую ситуацию. У тебя есть деньги, у тебя на руках даже 50-60 тысяч. Ты просто хочешь себе хороший, компактный смартфон и думаешь, стоит ли переплачивать за восьмерку, или же все-таки взять семерку и немного сэкономить. Тогда я тебе скажу так, лучше переплати. Потому что восьмой айфон все-таки будет дольше актуален. Все-таки он штопает чуть-чуть получше фоточки. То есть, ну, это допиленный гаджет, который реально очень-очень даже актуален. Актуален он для тех, кто любит компактные гаджеты. Я делал уже обзор на этот смартфон, и там я про это как раз рассказал. Не забывайте подписываться на мой инстаграм, там я продаю различные смартфоны после своих обзоров. А также подпишитесь на мой лайв-канал. На нем будут выходить различные истории, видео какие-то из жизни из моей. И там я расскажу, как я собираюсь купить айфон 11 с помощью ютуба. Напишите в комментариях, какой бы смартфон выбрали вы между этими двумя. То есть, восьмой или седьмой айфон. А может быть, вообще вы купили бы 6s, или бы купили бы Xiaomi Redmi 5A 25, 20, 16, 17 гигабайтов. Ну, вы поняли, короче. Так вот, навскидку сказать, что бы конкретно я взял, я даже не могу. Ну, скорее всего, я бы переплатил за восьмерку. Потому что все-таки хочется гаджет по совершении. Но при этом, если бы так случилось в жизни, у меня бы вот сейчас была семерка. Мне бы сказали, намучайся, пользуйся. Я бы посмеялся им в лицо и с удовольствием бы ходил с седьмым айфоном. Гаджет реально крутой. На моем канале уже очень много видео есть про семерки. И ради прикола я вам скажу, что у меня на канале были все цвета практически. Я делал обзор на белую семерку, делал обзор на желтую семерку. Ну, то есть, золотую. На розовую, на черную. Только Jet Black у меня на канале не было. Вот теперь розовый, кстати, появился. Посмотрите, как он выглядит. Честно, вот честно. У меня иногда такая мысль проскакивает. Не знаю, будете ли вы меня судить за это. Но мне почему-то нравится иногда розовое золото. Ну, блин, прикольный же, приятный цвет. Меня бесят эти тупорылые стереотипы про то, что вот там пацанам черный, там еще. Если бы не было вариантов, сказали, вот, бери либо этот, либо черный, я бы взял розовое золото. Идите вы все в пень. Ну, вот, ну, красивый цвет, не знаю. Что за дебильные стереотипы? Кстати, по поводу цвета восьмерки. Белый, по-моему, самый выигрышный. Его вот эти вот мятные торцы выглядят реально здорово. То есть, ну, свежо так. Сзади немножко мутноватая белая крышка. Тоже круто выглядит, смотрится это все классно на контрасте. И самое главное, что мне нравится, это белая передняя панель. Она меньше марается, то есть вот здесь не собирается грязь, как на черных смартфонах вокруг стекла. Это все не видно. Поэтому я всегда отдаю предпочтение белым смартфонам. Кстати, на обоих смартфонах наклеено стекло. Здесь похуже, здесь получше. Вот то, что получше стекло, будет в описании. Можете купить его. Там будут на разные айфоны. На восьмой, на седьмой, на шестой, на плюсы, на десятер. То есть, можно выбрать какой. Оно стоит очень недорого. И вот такой вот крутой силиконовый чехольчик. Это обычный прозрачный силиконовый чехол, который не испортит дизайн вашего гаджета. Но при этом будет его отлично защищать и долго будет держать цвет. То есть, он не будет желтеть. Конкретно этому чехлу уже несколько месяцев он выглядит очень даже неплохо. Стоит тоже какие-то копейки. Ссылка на это все будет в описании. А также ссылка на мой инстаграм и лайв канал будет в описании. Обязательно подпишитесь, ребята. И моя просьба вам за мои старания, за то, что я айфоны эти все достаю, рассказываю вам. Напишите как можно больше комментариев и поставьте лайки. Ну или дизлайки, если я вас чем-то обидел. Спасибо большое за внимание, ребята. Всем хорошего дня, хорошего настроения. Почаще улыбайтесь и покупайте только правильные гаджеты. Желательно те, которые я вам советую. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok